Глава 32. Для князя Андрея прошло семь дней с того времени, как он очнулся на перевязочном пункте Бородинского поля. Все это время он находился почти в постоянном беспамятстве. Горячечное состояние и воспаление кишок, которые были повреждены, по мнению доктора, ехавшего с раненым, должны были унести его. Но на седьмой день он с удовольствием съел ломоть хлеба с чаем, и доктор заметил, что общий жар уменьшился. Князь Андрей поутру пришел в сознание. Первую ночь после выезда из Москвы было довольно тепло, и князь Андрей был оставлен для ночлега в коляске. Но в мытищах раненый сам потребовал, чтобы его вынесли и чтобы ему дали чаю. Боль, причиненная ему переноской в избу, заставила князя Андрея громко стонать и потерять опять сознание. Когда его уложили на походной кровати, он долго лежал с закрытыми глазами без движения. Потом он открыл их и тихо прошептал «Что же чаю?». Памятливость эта к мелким подробностям жизни поразила доктора. Он пощупал пульс и, к удивлению и неудовольствию своему, заметил, что пульс был лучше. К неудовольствию своему это заметил доктор потому, что он по опыту своему был убежден, что жить князь Андрей не может, и что, ежели он не умрет теперь, то он только с большими страданиями умрет несколько времени после. С князем Андреем везли присоединившуюся к ним в Москве майора его полка Тимохина с красным носиком, раненого в ногу в том же Бородинском сражении. При них ехал доктор, коммердинер князя, его кучер и два деньщика. Князю Андрею дали чаю. Он жадно пил, лихорадочными глазами глядя вперед себя на дверь, как бы стараясь что-то понять и припомнить. — Не хочу больше. — Тимохин тут? — спросил он. Тимохин подполз к нему по лавке. — Я здесь, ваше съедство. — Как рано? — Моя-то... — Ничего. Вот вы-то... Князь Андрей опять задумался, как будто припоминая что-то. — Нельзя ли достать книгу? — сказал он. — Какую книгу? — Евангелие. У меня нет. Доктор обещался достать и стал расспрашивать князя о том, что он чувствует. Князь Андрей неохотно, но разумно отвечал на все вопросы доктора и потом сказал, что ему надо бы подложить валик, а то неловко и очень больно. Доктор и коммергинер подняли шинель, которую он был накрыт, и, морщись от тяжкого запаха гнилого мяса, распространявшегося от раны, стали рассматривать это страшное место. Доктор чем-то очень остался недоволен, что-то иначе переделал, перевернул раненого так, что тот опять застонал и от боли во время переворачивания опять потерял сознание и стал бредить. Он все говорил о том, чтобы ему достали поскорее эту книгу и подложили бы ее туда. «И что это вам стоит?» — говорил он. «У меня ее нет. Достаньте, пожалуйста, подложите на минуточку», — говорил он жалким голосом. Доктор вышел в сене, чтобы умыть руки. «Ах, бессовестно и право!» — говорил доктор коммергинеру, лившему ему воду на руки. «Только на минуту не досмотрел. Ведь вы его прямо на рану положили. Ведь это такая боль, что я удивляюсь, как он терпит». «Мы, кажется, подложили, Господи Иисусе Христе». Говорил коммергинер. В первый раз князь Андрей понял, где он был и что с ним было. И вспомнил то, что он был ранен, и как в ту минуту, когда коляска остановилась в мытищах, он попросился в избу. Спутавшись опять от боли, он опомнился другой раз в избе, когда пил чай. И тут опять, повторив в своем воспоминании все, что с ним было, он живее всего представил себе ту минуту на перевязочном пункте, когда при виде страданий нелюбимого им человека ему пришли эти новые, сулившие ему счастье мысли. И мысли эти, хотя и неясны, и неопределенно теперь опять овладели его душой. Он вспомнил, что у него было теперь новое счастье, и что это счастье имело что-то такое, общее с Евангелием. Потому-то он попросил Евангелие. Но дурное положение, которое дали ему ранее, новые переворачивания опять смешали его мысли, и он в третий раз очнулся к жизни уже в совершенной тишине ночи. Все спали вокруг него. Сверчок кричал через сени, на улице кто-то кричал и пел. Тараканы шелестели по столу и образам, и осенняя толстая муха билась у него по изголовью и около сальной свечи, нагоревшей большим грибом и стоявшей подле него. Душа его была не в нормальном состоянии. Здоровый человек обыкновенно мыслит, ощущает и вспоминает одновременно о бесчисленном количестве предметов, но имеет власть и силу, избрав один ряд мыслей или явлений, на этом ряде явлений остановить все свое внимание. Здоровый человек в минуту глубочайшего размышления отрывается, чтобы сказать учтивое слово вошедшему человеку и опять возвращается к своим мыслям. Душа же князя Андрея была не в нормальном состоянии в этом отношении. Все силы его души были деятельнее, яснее, чем когда-нибудь, но они действовали вне его воли. Самые разнообразные мысли и представления одновременно владели им. Иногда мысль его вдруг начинала работать и с такой силой, ясностью и глубиной, с какой никогда она не была в силах действовать в здоровом состоянии. Но вдруг посредине своей работы она обрывалась, заменялась каким-нибудь неожиданным представлением и не было сил возвратиться к ней. Да, мне открылось новое счастье, неотъемлемое от человека. Думал он, лежа в полутемной тихой избе и глядя вперед лихорадочно раскрытыми остановившимися глазами. Счастье, находящееся вне материальных сил, вне материальных внешних влияний на человека. Счастье одной души, счастье любви. Понять его может всякий человек, но сознать и предписать его мог только один Бог. Но как же Бог предписал этот закон? Почему сын? И вдруг ход мыслей этих оборвался, и князь Андрей услыхал, не зная, в бреду или в действительности он слышит это, услыхал какой-то тихий, шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший. И пи-ти-пи-ти-пи-ти, и потом и-ти-ти, и опять и-ти-ти. Вместе с этим под звук этой плачущей музыки князь Андрей чувствовал, что над лицом его, над самой серединой, воздвигалось какое-то странное воздушное здание из тонких иголок или лучинок. Он чувствовал, хотя это и тяжело ему было, что ему надо было старательно держать равновесие, для того, чтобы воздвигавшееся здание это не завалилось. Но оно все-таки заваливалось и опять медленно воздвигалось при звуках равномерно шепчущей музыки. «Тянется, тянется, растягивается, и все тянется», — говорил себе князь Андрей. Вместе с прислушиванием к шепоту и с ощущением этого тянущегося и воздвигающегося здания из иголок князь Андрей видел урывками и красный, окруженный кругом свет, свечки и слышал шуршание тараканов и шуршание мухи, бившейся о подушку и на лицо его. И всякий раз, как муха прикасалась к его лицу, она производила жгучее ощущение. Но вместе с тем его удивляло то, что, ударяясь в самую область воздвигавшегося на лице его здания, муха не разрушала его. Но кроме этого, было еще одно важное. Это было белое у двери. Это была статуя сфинкса, которая тоже давила его. Но, может быть, это моя рубашка на столе, думал князь Андрей. А это мои ноги, а это дверь. Но отчего же все тянется и выдвигается, и пяти, 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 и тети, и пяти, пяти, пяти. И, довольно, перестань, пожалуйста, оставь, тяжело просил кого-то князь Андрей. И вдруг опять выплывала мысль и чувство с необыкновенной ясностью и силой. Да, любовь, думал он опять с совершенной ясностью, но не та любовь, которая любит за что-нибудь, для чего-нибудь или почему-нибудь. Но та любовь, которую я испытал в первый раз, когда, умирая, я увидал своего врага и все-таки полюбил его. Я испытал то чувство любви, которое есть самая сущность души и для которой не нужно предмета. И я теперь испытываю это блаженное чувство. Любить ближних, любить врагов своих, все любить. Любить Бога во всех проявлениях. Любить человека дорогого можно человеческой любовью, Но только врага можно любить любовью божеской. И от этого-то я испытал такую радость, Когда я почувствовал, что люблю того человека. Что с ним? Жив ли он? Любя человеческой любовью, Можно от любви перейти к ненависти, Но божеская любовь не может измениться. Ничто, ни смерть, ничто не может разрушить ее. Она есть сущность души. А сколь многих людей я ненавидел в своей жизни. Из всех людей никого больше не любил я И ненавидел, как ее. И он живо представил себе Наташу. Не так, как он представлял себе ее прежде, С одной ее прелестью, радостной для себя. Но в первый раз представил себе ее душу. И он понял ее чувства, ее страдания, стыд, раскаяния. Он теперь в первый раз понял всю жестокость своего отказа, Видел жестокость своего разрыва с нею. Ежели бы мне было возможно только еще один раз увидеть ее, Один раз глядя в эти глаза сказать, И пяти-пяти, и тити, и пяти-пяти. Бум! Ударилась муха. И внимание его вдруг перенеслось в другой мир действительности и бреда, В котором что-то происходило особенное. Все так же в этом мире воздвигалось, не разрушаясь здания, Все так же тянулось что-то, Так же с красным кругом горела свечка, Даже рубашка-сфинкс лежала у двери. Но кроме всего этого что-то скрипнуло, Пахнуло свежим ветром, И новый белый сфинкс, стоячий, явился пред дверью. И в голове этого сфинкса было бледное лицо, Блестящие глаза той самой Наташи, О которой он думал сейчас. О, как тяжел этот неперестающий бред! Подумал князь Андрей, Стараясь изгнать это лицо из своего воображения. Но лицо это стояло перед ним силой действительности, И лицо это приближалось. Князь Андрей хотел вернуться к прежнему миру чистой мысли, Но он не мог, И бред втягивал его в свою область. Тихий шепчущий голос продолжал свой мерный лепет, Что-то давило, тянулось, И странное лицо стояло перед ним. Князь Андрей собрал все свои силы, чтобы опомниться. Он пошевелился, и вдруг в ушах его зазвенело, В глазах помутилось, И он, как человек, окунувшийся в воду, Потерял сознание. Когда он очнулся, Наташа, та самая живая Наташа, Которую изо всех людей в мире ему Более всего хотелось любить Той новой, чистой, божеской любовью, Которая была теперь открыта ему, Стояла перед ним на коленях. Он понял, что это была живая, настоящая Наташа, И не удивился, но тихо обрадовался. Наташа стояла на коленях, Испуганно, но прикованно. Она не могла двинуться, Глядела на него, удерживая рыдание. Лицо ее было бледно и неподвижно. Только в нижней части его трепетало что-то. Князь Андрей облегченно вздохнул, Улыбнулся и протянул руку. — Вы, — сказал он, — как счастливо! Наташа быстрым, но осторожным движением Подвинулась к нему на коленях И, взяв осторожно его руку, Нагнулась над ней лицом И стала целовать ее, Чуть дотрагиваясь губами. — Простите, — сказала она шепотом, Подняв голову и взглядывая на него. — Простите меня, — я вас люблю, — сказал князь Андрей. — Простите. — Что простить? — спросил князь Андрей. — Простите меня за то, что я сделала. Чуть слышным, прерывным шепотом Проговорила Наташа И чаще стала, чуть дотрагиваясь губами, Целовать руку. — Я люблю тебя больше, Лучше, чем прежде, — Сказал князь Андрей, Поднимая рукой ее лицо так, Чтобы он мог глядеть в ее глаза. Глаза эти, налитые счастливыми слезами, Робко, сострадательно и радостно, Любовно смотрели на него. Худое и бледное лицо Наташи С распухшими губами Было более чем некрасиво. Оно было страшно. Но князь Андрей не видел этого лица. Он видел сияющие глаза, Которые были прекрасны. Сзади их послышался говор. Петр, коммердинер, Теперь совсем очнувшийся от сна, Разбудил доктора. Тимохин, не спавший все время от боли в ноге, Давно уже видел все, что делалось, И старательно, закрывая простыней свое ногой тело, Ежился на лавке. «Это что такое?» Сказал доктор, приподнявшись с своего лужа. «Извольте идти, сударыня». В это же время в дверь стучалась девушка, Посланная графиней, Хватившейся дочери. Как сомнамбулка, Которую разбудили в середине ее сна, Наташа вышла из комнаты, И, вернувшись в свою избу, Рыдая, упала на свою постель. С этого дня, Во время всего дальнейшего путешествия Ростовых, На всех отдыхах и ночлегах, Наташа не отходила от раненого Балконского, И доктор должен был признаться, Что он не ожидал от девицы Ни такой твердости, Ни такого искусства Ходить за раненым. Как не страшна казалась для графини мысль, Что князь Андрей мог, Весьма вероятно, по словам доктора, Умереть во время дороги на руках ее дочери, Она не могла противиться Наташи. Хотя вследствие теперь установившегося сближения Между раненым князем Андрей и Наташей Приходило в голову, Что в случае выздоровления Прежние отношения жениха и невесты Будут возобновлены, Никто еще менее Наташа и князь Андрей Не говорили об этом. Нерешенный, висящий вопрос жизни или смерти Не только Балконского, Но над Россией заслонял Все другие предположения.